До сих пор есть убеждение, что бизнес — это не место для женщин. Сегодня я расскажу свою личную историю о том, как я проходила через все эти сложности в бизнесе, о том, что такое бизнес для меня, и о том, кому стоит туда идти, и кому не стоит, и зависит ли это от твоего пола. С чего всё началось? У меня юридическое образование. Я закончила МГУ. Ещё на четвёртом курсе я начала работать юристом. Потом я сразу пошла в международную компанию юридическую. Это было очень престижно, потому что там требовался иностранный язык, и потому что там платили зарплату в валюте. Я вышла туда на стажировку на год, и в итоге по результатам этой стажировки мне не предложили там работу, потому что конкурс был 8 человек на место. Я явно не вписывалась в их корпоративный сценарий. И у меня на тот момент было хобби. Мне всегда была интересна тема стиля, тема красоты. И я в этом развивалась. А потом я решила, а почему, если у меня вот так всё сложно идёт, почему я не могу заниматься тем, что у меня идёт легко? Потом я пришла к теме профитинга. То есть я поняла, что есть навыки в подборе белья, которые действительно меняют посадку этого самого бюстгальтера. Я решила, что это очень интересно. Ну и вот так получается сколько? В 20 лет я начала заниматься профитингом. Я вот сейчас 31, и я до сих пор занимаюсь этой темой. Из того, что я вижу, мужчины больше проявляют свою мужскую сущность, у них больше амбиций относительно денег. У мужчин часто я вижу мотивацию быть лучше с конкурентов, ну вот прям реально уничтожить всех конкурентов. У женщин чаще всего это про своё сущное удовольствие, про то, как я себя чувствую, про то, какой продукт мы делаем, про команду, ну а что дальше этот бизнес приносит в мир, то есть вот про какие-то такие вещи, не всегда про заработки. Кажется, что типа вот есть женские сферы бизнеса, ноготочки, сферы красоты, что-то такое. Вот есть такое? Или это уже второе? Нет, ну конечно такое есть, что априори женщина больше расположена к определенным продуктам, которые связаны с женской красотой, с женским обществом. У нас, например, бизнес на 100% женский, у нас нет ни одного мужчины вообще в Шварце. Вряд ли думаю, что был бы какой-то мужчина, который способен думать о том, насколько женщине удобно в бюстгальтере. Мне было сложно объяснить коллегам, что такого надо сделать для того, чтобы вообще женщине было удобно в бюстгальтере. То есть они вообще даже не вдупляют про вот эти проблемы, почему женщине может быть неудобно в бюстгальтере. Я еще хочу у тебя поспрашивать про сложности в бизнесе. Ну не конкретно уже про женщин, просто сложности в начале, с чего там это, твои личные какие-то такие. Сложность в первую очередь в том, что тебе нужно быть взрослее, нежели чем люди вокруг тебя, тащить больше ответственности, неплохо разбираться, ну хотя бы поверхностно, но разбираться в гораздо большем спектре тем, нежели чем твои сотрудники. Ну и тебе нужно прямо вводать яйцами для того, чтобы как-то это все начать, пойти на какие-то финансовые риски. Но здесь я, конечно, не рассматриваю эту ситуацию, что, условно, твой муж купил тебе бизнес, ты, значит, такая веселая, как бы вообще не думаешь о бабках, то есть для тебя бизнес это скорее просто... Ну и серии, как бы у меня есть салон, для чего? А я хожу туда многоточки делаю. То есть мой салон, вот для этого он у меня и есть. Как бы, конечно, да, тебе приходится брать на себя головную боль относительно денег, зарплат. Потом, когда ты переходишь из стадии, что у тебя появляется команда, эта команда будет забирать столько денег, что ты можешь заработать меч, нежели чем-то сработала без команды. Все требует времени, требует усилий, требует понимания людей, требует терпения к тому, в плане, сжигать твои деньги, да, то есть они же будут ошибаться. Ну а как бы за чей счет банкет, ну как бы всегда за твой. Но это не для всех операций. А хорошо, а с какой главной сложностью ты сталкиваешься? Ну их довольно много, да, то есть ну как бы просто каждый раз меняется узкая точка, то есть ну как бы зона проблем, да, которая у тебя возникнет. И если на более ранних этапах, это то, что тебе надо много чего делать, делать самостоятельно, при этом ты еще не успел во всем вот этом так разобраться, ты качаешь свои профессиональные компетенции. Дальше приходит другая точка, у тебя начинает работать команда, и тебе надо качать твои управленческие компетенции. И еще для этих людей, для того, чтобы они эффективно работали, ты для них должен быть лидером и ресурсом. И эта точка, она постоянно смещается в зону твоей максимальной некомпетентности. И тебе приходится там, ну как бы идти через поле и развиваться, потому что, ну, значит, мое развитие, оно в принципе всегда происходит через бомб. То есть получается бизнес и всегда ломается самое слабое стресса. Да. А зачем ты делаешь бизнес? Ну, во-первых, потому что никто не делал вот такой вот продукт. Мне просто очень нравилось подбирать белье, и я видела в этом, ну, большую социальную, я не знаю, радость. Ну да, мне самой просто радостно подбирать для женщин белье. Ну, это решало мою собственную проблему. Вот, поэтому это очень здорово. Ну, а то, что потом это выросло в бизнес, это выросло в бизнес органически. Просто потому, что мы почувствовали спрос на это, да, то есть оказалось, что это не только моя проблема, а это проблема большого количества женщин. А, ну, то есть ты не хотела, ты не проснулась и такая, блин, все, буду бизнес-умен. Я с детства понимала, что есть ограничения, ну, как бы в любом сценарии развития твоей карьеры. Это же просто, ну, разные психотипы. Если ты хочешь максимум ответственности, максимум рисков, но при этом это больше оплачивается, то это модель бизнеса. Если, как бы, ну, там, твоя нервная система это не тянет, ты хочешь, ну, там, стабильный и нормальный заработок, да, и стабильное, нормальное все, но при этом поменьше ответственности и иметь больше возможностей для своей личной жизни, тогда это не про бизнес. Есть такая статистика, есть, правда, для Америки, что, там, 9 из 10 бизнесов закрывается в первые 4 года и до 10 лет закрывается еще 90% из тех, которые выжили в первое время. Вообще не факт, что это выйдет. Правильно себя такие риски. Не всем надо, но я помню, что я свою квартиру продала, например, для того, чтобы вот у меня был капитал на это. А почему твой бизнес типа выдержал все-таки как-то больше? Потому что я находила в себе силы каждый раз на каждом новом этапе это развивать, потому что, ну, как бы, ко мне пришла команда, которая мне помогает это развивать, ну, то есть, не пришлось ее найти и стоило это больших трудов. Ну, и на самом деле, потому что мне по-прежнему очень интересен этот продукт, мне интересно ставить перед собой новые вызовы, ну, и развивать это. А скажи, что у тебя бизнес этот забрал? По сравнению с теми в среднем, ну, как бы, людьми, которых я вижу, забрал, наверное, большую часть, ну, какого-то вот беспечного, что ли, существования, потому что я начала бизнес, как мне было 20 лет, другие гуляли, ходили на какие-то там свидания, кинотеатры, просто кайфовали, понимаешь, то есть кайфовали, без какой-то особой цели, да, ну, деньги есть там и нормально, да, но, как бы, я все это пропустила, я смотрела телевизор последние 13 лет, у меня его даже никогда не было, я не помню, ни одну книгу за последние 10 лет, которую я прочитала, не из чего-то пользы, потому что постоянно есть вот это, что нужно наращивать свои компетенции, без этого ты не можешь, да, если ты хочешь развиваться. Мне пришлось потом это добирать, но такое ощущение, что просто это все пришло мимо меня, ну, и плюс вот это вот ощущение, да, что ты, ну, не можешь просто, ну, как-то расслабиться, да, существовать на каком-то определенном уровне, это постоянно нужно это тащить, и, конечно, ну, я не знаю, я начала сидеть в 30 лет в этом большом и устроиться. Еще не факт, что, там, здоровье пациентное. Из твоего окружения бизнесмена в каком пациенте даже? Как правило, когда я иду на какой-то, вот, бизнес-обучение, это всегда, там, 9 ребят на одну девушку, ну, может, 8 дней, ну, примерно вот так. Какой себе, да, человеку, который ты, конечно, ну, типа, думаешь? Начально рассматривать какие-то другие пути, начинать бизнес только в том случае, если, ну, у тебя совсем нет никакого другого пути, делать что-то еще. Ну, потому что для меня это было именно так, да, я точно знала, что я пойду делать бизнес, да, я работала по найму, мне там очень не понравилось. Я понимала, что у меня просто нет других альтернатив, по-другому не получится. Это первое. Второе, что, наверное, все же выбирать продукт не так, что, ну, как бы, тебе без разницы, на чем зарабатывали, потому что, ну, я не видела большое количество вот таких вот успешных историй без вот этой связки, да, как бы, что тебе действительно нравятся продукты, ну, такие бизнес-сайны, как правило, и не очень долговечные, и не очень развиваются, и, ну, довольно бессмысленные для своих владельцев, правда. А было желание просто все бросить и работать, на что-нибудь, печатать на клавиатуре? Как бы, я понимаю, что есть недостатки у любого из путей, по которому ты пойдешь. Я думаю, это все же мой психотип, он, наверное, лучше всего ложится в бизнес. Желание все бросить, ну, как бы, оно, если приходило, то очень быстро оно менялось. Да нет, что я говорю? Ко мне не приходило желание бросить бизнес. Было просто несколько раз, когда я проходила серьезные кризисы и в этом бизнесе, да, и в своей личной жизни. Просто, ну, я понимала, что у меня ресурсы нет. Я переходила на просто, ну, поддержание текущих процессов истеритов. Ты работаешь два часа в неделю и, как бы, все остальное время занимаешься решением других проблем. Но у меня это волнами, да, то есть невозможно постоянно быть в одинаково продуктивном состоянии локомотива, да, как правило, поступает время, когда ты, ну, просто впадаешь в спячку и это тоже нормально. А когда ты локомотив, ты скоро работаешь? Да нет, у меня нету такого, что я работаю по дням, но когда у меня много идей, то, как правило, я постоянно об этом и думаю. Я не рассчитываю время от того, которое я работаю в бизнесе, так что я просто сижу с компьютером. Я работаю в бизнесе всегда, когда я обдумываю какие-то бизнес-проблемы. Для руководителя как бы очень важно много думать, то есть просто думать, какой сценарий здесь, какой сценарий тут. И, ну, поэтому большей частью ты в этом режиме постоянно и находишься. Это не определяется количество попа часов в офисе. Просто когда я локомотив, создаю много работы для других, а когда я не локомотив, я скорее в таком поглощающем режиме. А, ну, то есть у тебя есть баланс, что иногда ты раньше-карачиваешь 24 на сяду или думаешь постоянно просто о работе, а иногда ты такая все отлично, у меня время кайфовается, просто не сажается. У меня нет времени кайфовать, честно. Я не знаю, сколько его процентов, но, естественно, я получаю удовольствие, когда я там куда-то, да. Я быстро от этого устаю, для меня это пресса. Развитие гораздо интереснее. Да, драйв-то гораздо интереснее. Если тебе интересна эта тема, и если ты хотела бы услышать какие-то конкретные советы, то, пожалуйста, напиши об этом в комментариях. С тобой была Алина. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи!